Приветствую всех на WallStreet Online и после небольших тех настроек я думаю что трансляция будет с хорошим звуком. По крайней мере тестировали, было все хорошо. Был перерыв небольшой, мы пропустили один WallStreet поэтому сегодня постараемся компенсировать. Перед вами экономический календарь соответственно разные цвета это понедельник, вторник, среда и четверг, пятница будет без событий. Запас нефти в среду, безработица опять же по штатам во вторник и в Японии по ВВП. По экономическим отчетам из интересного только биржа Moex отчитывается на следующей неделе и в принципе каких-то глобальных компаний не предвидится. Отчеты на следующей неделе. Ну в общем такое затишье информационное в экономическом мире. Поэтому перейдем сразу на РТС и рассмотрим, что произошло на этой неделе на индексе РТС и что будем ожидать на следующей неделе. Сейчас я настрою. Сейчас подгрузится. Так это Сбера, нам нужен РТС. Запись есть, да, будет на Ютуб канале, на сайте. Ну и сказали, что будет рассылка полезного материала всем подписчикам, клиентам и... в скайп и на имейл. Поэтому если вам в скайпе придет от education сообщение, это не спам, это периодическая такая информационная рассылка. Так, ну в общем загрузился РТС и посмотрим что у нас по активности с начала контракта. Сейчас сравнительно посмотрим ликвидность, открытый интерес, ну и перейдем на дисбалансы. Отметим важные уровни. Так, ликвидность на этой неделе немножко притихла, как видите. В сравнении с даже предыдущей неделей очень-очень слабенько торгуются, ждут. Так как нет информационных мотивов, катализаторов для сильного движения, соответственно и рынок чуть-чуть в ожидании. Плюс праздники майские дают о себе знать, поэтому вот скоро вернутся, ну вернее на следующей неделе уже вернутся объемы, я думаю, и станет больше участников и более динамичный рынок. В принципе, на будущее заранее готовьтесь, если глобальные каникулы на финрынке, то есть праздники, лучше не напрягаться и не работать в этот период. Объемы небольшие и ну от ожидания позиции тоже не огромные. Так, это зона стоимости, напомню, вернее, может никто не знает, можно теперь коридоры выставлять, не так как я это делаю, а более интереснее сейчас. Еще сам привыкаю к настройке. Итак, выбираем, тут можно подписать линию и... Сам еще не привык, буквально недавно появилась, ой, так... Вот, а эту линию мы уберем. Вот у нас коридор, ядро за текущий контракт, основной объем. Так, значит, торгуемся мы ниже данного уровня. И еще коридор, вот этот, необходимо зафиксировать. Я его не буду выставлять коридорно, чтобы не тратить время, мы его зафиксируем двумя линиями. Вот, здесь неплохо проторговали, тут основная массивность пришлась нам вот этот участок, как раз с апреля. И пока вот удержали этот уровень, поэтому внимательно следите в дальнейшей судьбе этого диапазона. В принципе, если пустят ниже, ничего хорошего в этом нет, если не удержат. Значит, для более уверенного роста, необходимо пройти зону стоимости, как раз ядро контракта выше 112. Ну, дальше еще такой психологический барьер будет на 115. Сейчас мы это все детально выделим, более точно на диапазонах по дельте. Так, давайте посмотрим, что у нас по открытым позициям. Вчера был небольшой прирост, собственно, сегодня зафиксировали перед уикендом. Ну, два дня роста, на третий сразу же начали заходить странное явление. То есть, как раз уровень контракта, видимо, давайте по дельте посмотрим. Да, видите, шортили по дельте видно, после двух дней роста сразу же зашли на противовес и откорректировались. Откорректировались. Ну, посмотрим пока, вот, и есть еще шансы. 107, 210, 108, 520. Так, и идем на кластер профайл. Сейчас откроем его. Напомню, до конца контракта осталось буквально четыре недели. Ну, три полноценные и тут уже вот 15 июня экспирация. То есть, три целых, даже четыре, вот, по девятое число и половинка. Четыре недели еще работать осталось, поэтому из этих четырех недель две еще можно торговать. Ближе к экспирации лучше аккуратнее работать. Там уже никто долгосрочно на этом контракте не будет размещаться. Так, смотрим дельту. Давайте по последним дням. Ну, неделя была короткая, поэтому мы две недели сразу объединяем. Итак, сильное давление агрессоров на уровне 3 единицы 550 по, возьмем даже 110-900, возьмите в качестве сопротивления. Значит, здесь у нас размещение было утром, то есть объемы были активные и крупные. Со стороны байеров очень тихо, сейчас мы немножко понизим лимиты, существенно не будем, но хотя бы чуть-чуть, потому что ликвидность пала на праздники и нужно адаптироваться. Вот сезонные такие колебания. Значит, это один уровень, потом в разные дни у нас 108-350, это вторичный уровень, но возьмите для наблюдения, какие будут здесь поддержки. Так, и посмотрим, насколько тут сильные перевесы. 5,6%, 2,2, 1,7 и 5. Ну, вот равносильные сессии на продажу и на покупку по 5%. Ну, пока сложно сказать, что рынок готовится к покупкам, потому что 2 сессии селлера, 2 сессии байера. Открытый интерес не растет, никто активно не заходит. Такое ощущение, что рынок в ожидании каких-то событий, новостей. И застыл на время. Еще один коридор, 119-100-114-150. Давайте детально рассмотрим последние 10 дней, которые торговались без учета праздничных периодов. Так, на 15 минутам таймфрейма мы выделим базовые уровни. Ну, пока объем падает, покупать точно не стоит. Пока не увидите прирост объема и шортами работаете только на действительно больших дисбалансах на продажу. Так, это у нас 1 мая по текущий день на 15 минутам таймфрейме мы рассматриваем дисбаланс по ценам. И Waze Wave индикатор снизу как индикатор агрессивности трендовых, мини-трендов внутри недели. То есть, ну, либо как лайков волна, говорит. Дмитрий К. до 101-200 шорт. Вот, вы знаете, вот я предлагал сделать по типу трейдер-сетинг точно такой же арсенал настройки инструментов в рейтинг аналитиков. То есть, те, кто, ну, может сказать, куда пойдет цена и когда там будет рынок. Вот, то есть, я уже придумал, спроектировал интерфейс и как будет прогноз визуально отображаться на графике. Достаточно интересно. Я бы с удовольствием бы следил за талантливыми мыслителями, аналитиками, всевидящими людьми. На графике отображается, какая цена установлена, установлен прогноз и в какой день, если установлен временной барьер, то есть до какого дня это событие должно произойти. То есть, и процент исполнения прогноза. То есть, и рейтинг будет выстраиваться относительно процента исполнения прогноза. И, я думаю, было бы интересно. Прогнозы никто не будет стесняться оставлять, потому что публично торговать многие стесняются, не хотят там афишировать стратегию, либо еще что-нибудь по разным причинам. А вот прогнозы было бы, я думаю, интересно. Прогноз на день, на неделю и на долгосрок. Что будет налить к вам? Я думаю, что-то придумаем. Всеобщий почет и уважение. Если финансовая оплата, ну, не знаю, может какие-то будут платные прогнозы. Ну, мне было бы интересно, допустим, те, кто смотрит прогнозы, также должен оставить прогноз. То есть, вот такая вот взаимообмен информацией. Причем, сразу видно, сколько на покупку прогнозируют или на сколько на продажу. То есть, ожидания, какие у ребят. Так, 6% годовых. Так, Михаилу спасибо за ОПЕК. 25 мая. Ну, соответственно, до 25 мая делать нечего. На нефти. Так, давайте выделим уровни. Пункт верновения синяя разделяет недели. То есть, выделяет, где заканчивается, начинается неделя. Обратите внимание на достаточно такой активный участок байеров. На уровне 107 по 106, 650. Еще один активный участок, достаточно много дисбалансов 107, 900, 108, 300. И со стороны селлеров тут активно себя ввели на 110, 200, 109, 950. Отработали даже, пока защитились. И обратите внимание... Ну, понимаете, ради того, чтобы мне... смотреть прогнозы трейдеров, никто не будет писать программу. Да и, в принципе, я бы тоже не заказывал писать код такого сервиса, только потому, что мне хочется. Если всем интересно, то, в принципе, можем попробовать. А уже, там, капитализация и оплаты стоимости труда аналитиков, я думаю, будет не проблема решить этот момент. И возьмем еще вот этот активный участок, 111, 250. Возьмите на заметку, тут достаточно так очень активно давили селлеры. Итак, у нас, в принципе, еще один уровень поддержки был, но его уже сегодня сломили. Вот такой вот сильно затяжной двухчасовой атакой селлеров. Обратите внимание, это самая такая продолжительная и ликвидная волна на шорт. Это у нас маневр был с самого утра, как раз впоследствии после вчерашнего псевдороста, который аккуратненько так подползал, но так и не установил максимум новый. Закрылись они ниже основной стоимости. Значит, что тут необходимо захватить? Сейчас мы сравним еще по открытому интересу, какие тут были активны. Да, видите, открывали позиции как раз на этом участке, и дельта там в основном на шорт. Поэтому цена, если не продавит в 109,500, даже можно захватить вот с этого периода. Это потом у нас идет такой... Давайте я сейчас кастомизирую. Вот этот коридор вот здесь, самый такой плотненький по дельте. Сейчас я его ярким цветом выделю. Здесь больше всего пришлось позиции открытых и по дельте. И здесь просто уже туда-обратно уровень тестировали. Этот пока еще один раз только. И защитились. То есть он уже подтвердил свое участие. Посмотрим, как это будет продолжаться в понедельник. Поддержка будет в два раза. Удерживали 108,800. Возьмите как алерт можно поставить. То есть 108,800 первый алерт и 108,600 второй алерт. Алерты ставить несложно. Берете, выделяете лайн тип алерт и 108,550, 108,800. Чтобы не засорять ценовой диапазон на классер профайле, я рекомендую это делать непосредственно в MarketWatch. Для этого и пригодится график, который вот дополнительный. Здесь вы ставите 108. Уделяйте алерт. Линия 108,800. 108,880. Первый вам даст маячок, что пора приготовиться. Второй уже, что уже с продажами, вернее с покупками лучше повременить. Если уйдут ниже 108,700. Так, видите, много линий и сразу разбегаются глаза, с какими уровнями работать. Для удобства используйте вот этот настройки линии и можно будет, допустим, выстроить такую вот вещичку и будет сразу видно коридор. Причем, можно указать, с какого дня уровень работает. Мы берем с пятого и даже с четвертого. Ну, это уже вот так вот. То есть, вы сразу видите, с какого массива вы должны, на какой массив обратить внимание. Пока он не тронут. И также 107,900, 108,300. Даже захватим. В принципе, правильно, да. 107,800. Поставим сейчас. Коридор поддержки. И support, вернее, resistance, сопротивление. Сейчас откорректирую. 110,900. Так. И 111,750. Значит, это у нас. Ну, для премаркета, для подготовки сетки уровней, просто неплохая вещь. Ее бы еще немножечко, немножечко, совсем немножечко деморнизировать. Так, второе число, что-то у нас тут. Все правильно. Пока привыкаю. Не обращайте внимания. Ну, вроде оно. Так. Соответственно, вот этот уровень 110,900. Мы берем уровень за 10,10 числа. Сформирован. И там примерно на вечерке его сформировали. Возьмем с 18.00. Ориентир можно точно выставить время. То есть... Ну, не скажите, Виктор. В интернете много разного всего. Ну, и Форекс Диллинг Центр есть, и все что угодно. Я трачу очень много времени, средств, энергии на, допустим, исследование рынка, поиск разных интересных... Таких изъянов на рынке, где можно потихонечку выдергивать кэш. То есть, ну, это интересно. То есть, такая вот стратегия, игра, возможно. Но прогноз тоже интересная вещь. То есть, прогнозировать это достаточно много информации нужно обработать, чтобы выдать правильный прогноз. А вот просто написать шорт до 101-200 в чате где-то, и все. А вот когда вы регулярно говорите, и оно сбывается, вы можете себе представить... Ну... Это не так уж и легко хороший прогноз давать. Один, понятное дело, что это... А когда вы системно показываете... Возможно, торговля у вас не получается, но вы хороший аналитик. Было бы интересно прислушиваться к достаточно стабильным людям, которым даже... За прогнозы можно и какой-то кэш сбросить. Символически там... Ну, ладно. Это дело каждого. Я не буду настаивать. И 109-700-110-200. Так, ну вот такие уровни идем на рубль. Вернее, на Сбербанк. Так, Сбербанк. Ах, холм... Их, холм... Их Duyün... Продолжение следует... Так, погрузился. Допустим, не помню, кажется, Reuters, торговый терминал, там есть сервис, который анализирует твиттеры финансистов, аналитиков, которые от банков, от инвесткомпаний. То есть, все у них там, по документам белые, чистые, они анализируют их, программа анализирует их твиты, какие там у них buy and hold, strong buy и какие у них сбрасываете пока есть время. То есть, и сопоставляют примерно атмосферу на рынке, дают вам вот такие сектора. Так-то видят аналитики и сервис пользуется популярностью. Люди смотрят. Когда вы эту всю сумбурную твиттерную ерунду превращаете в среднестатистический прогноз... Ну, люди берут. И, кстати, даже достаточно точно показывают направление. Не помню, где была статья, что проводили эксперимент, и точность была выше, чем у аналитиков крупных банков, там, очень авторитетных аналитиков. То есть, общее мнение было намного точнее, чем аналитики прогнозировали. По отдельности, там, авторитетные. Достаточно интересное исследование. Ну, так, это у нас Сбербанк. Ну, в общем, удивил немножко старичок и вот так вот махнул за 169 и сразу же в пятницу расстроил, вернулся обратно. Такой маневр довольно часто может показать реверсивную модель. Но, значит, наверху у нас было порядка 5,6 миллионов оборотов. Обратно ушли на 3,7. То есть, коррекционный момент, вот этот обраточка, идет на пониженном объеме. Сейчас мы еще посмотрим по дельте, какая там... Дельта вчера была полмиллиона, сегодня столько же, хотя ликвидности меньше. То есть, агрессивность не снизилась, хотя объемы упали. То есть, на это нужно обратить внимание. Если бы дельта тоже была низкой сегодня, с учетом того, что там и фиксируют перед выходными, плюс еще доливают, жаль, что нет на Сберии открытого интереса. Но мы можем заглянуть за кулисы фьючерсного контракта на акцию Сбербанка, правильно? Посмотрим, что там за активность. Так, это Сбербанк. Смотрим открытый интерес. Тут интерес есть. Открывают позиции, видите? Причем, да, 2 дня подряд открывают позиции. Так. Привлечения нет никаких привлечений. Они просто этот фит с твиттера берут и все. Они даже не привлекают никого. Просто отправляют письмо, что мы не против, если мы будем учитывать ваши взгляды на рынок. Не, не против, окей. Наоборот, им даже почет и уважуха за то, что их там рейтерс берет в расчеты. Ну, в общем, это было просто мысли вслух. Так. Я вас понял. Так. По дельте. Давайте посмотрим, что же там происходило. Так. Тут на 170. Почти миллион кто-то по 170 внес. И больше никто не перевесил такой объем. Значит, кажется, ну, здесь полмиллиона 600 и все. Ну, 700 еще есть по бедам. Кстати, надо захватить вот этот уровень 171,5. Он здесь не подсвечен, так как фильтры настроены на косую дельту. Поэтому там он и не засветился. Так. Ну и возьмем 168,5. В принципе, если Сбер не восстановится выше 168,5 и будет агрессивно сдерживаться с селлерами, то пока повремените, скорее всего, до 25 мая. Подождите. Работать с этой акцией. Ну и 166,5. Тут 325 тонн сразу на минимальной цене. То есть, ну вот, 167 тоже может быть поддержка. Пока между двух дней и с прошлой недели еще стоит выделить. Давайте я сейчас по 700 поставлю здесь. 700. Ну, я про это говорил, что собирается фит твитов, но это не у нас. Это такая реализация у Reuters. У них там огромные бюджеты, огромные вообще возможности, куча программистов. Вот. Мы немножко другим путем хотели пойти, но... Судя по реакции в чате, я понял, что пока еще не стоит спешить с этим сервисом. Тем более, он бесплатный планировался. Попозже как-нибудь. Так, и давайте отметим еще из недавних уровней, 162-163. Тут, безусловно, нужно захватить как поддержку. И удержали в 165-ю. Как раз вот у нас есть точечно-агрессивные коридорчики. Так, тут у нас коридор и вот здесь. 164, получается... Сейчас попробуем. 162, по идее, правильно. Ага, нет-нет-нет-нет. Он не по пресс-кил считает, я понял. Тоже неправильно. Пресс-кил лжат просто. Я думал, он по пресс-кил ориентируется. Но пока нет. Вот так. 164,5. Поддержка еще одна. Вот этого массива. Его мы в старт выставляем в 2704. Вот это... Вот, отсек. Так, сопротивление на тех же уровнях. Так, и оставим. 170 и 171,5. Возьмите на заметочку. Так, пока у нас... Вейс-вейв был самый затяжной. Вот, 5 сессий подряд на покупку до 26-го числа. Вот как раз массивы отсюда и берем в качестве поддержки. Последняя волна 3 дня подряд была. И ликвидности уже было в разы меньше. Ну, в общем, 162-163 опорная поддержка. Ее должны, в принципе, устоять. Удержать для... Это будет как подтверждение, что есть еще надежды на продолжение роста. Ну, и ОПЕК там уже посмотрим, как... Чем это все закончится. Газпром. Сейчас подгрузится Газпром. Я пока воды упью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Выпью. нефть какую экономику страны смотреть ту которая покупает больше всего нефти нефти ту и ту и смотреть ну вернее те страны брать в расчет которые и больше всех потребляют устраивая разные освободительные операции в странах которые находятся очень далеко от страны потребителя отправляя туда авианосы танки бомбардировщики разные там помогают там избавиться каких-то террористов и в общем устраивают потихонечку выкачку нефти так газпром мы рассмотрели рубль мобильная версия естественно нужно отойти чтобы быть в курсе происходящего допустим там спуститься покушать в ресторан просто посмотреть так все в порядке до уровня не дошли то есть достаточно так тревожно отойти от терминала если допустим ну вот надо выйти но очень скоро может быть уровень который долго ждал чтобы его не прозевать плюс малер какие-нибудь срабатывают ну быть в курсе происходящего это очень важно потому что я думаю многие подтвердят что там уедешь отдыхать куда-нибудь договариваешься особенно близкие родные сразу никакой рынок все никаких мониторов едем без мониторов окей и все и неделю при ну прилетаешь обратно и уже нужно втягиваться время опять в этот ритм так на рубле официальный контракт на пару доллар рубль тоже потихонечку падает ликвидка значит пик был у нас 5 числа почти 4 миллиона обороте ус и 2 и 2 потом 21 и сегодня 17 собственно нехорошо то есть ну движение в дальнейшее пока приостановили и как раз у массива который сформирован вот такой вот активный дельтой 218 тонн и здесь 225 вот такие у нас маневры дед значит берем ядро выделяем 57 пускай будет и попробую сейчас нет неправильно все я понял она не опирается на проскилл конкретно вот так вот ну проскилл 100 здесь стоит очень сжатая шкала так ну в общем вот такая вот функция это когда вы сетку настраивать отбирать уровни просто вот будет как раз самый раз там несложно разберетесь абсолютно не сложно так нефть ну вот с ребятами кстати с прошлого курса смартфон трейдинг они вот личную идею подсказали как по нефти ориентироваться ну фундаментальный спрос предложения фактически мониторить и тоже такой необычный подход получился и ну никакой синтетики в реально все данные к то есть не у него него не волновой анализ не там фаза луны конкретно вот спрос предложения по нефти личный фундаментальный индикатор так все девять все девять четыреста тестили здесь неплохо оставили ликвидки ядро контракта 56 957 540 и реверсивная модель практически муж такую видели в этом контракте в начале апреля маневр похож но тут чуть спокойнее все происходило здесь более импульсивно ликвидность как раз пришлась пиковая вот 4 миллиона на хай недели и тут у нас отпечаталась дельта на шорт 151 тысячам за сейлерами сейчас посмотрим открытый интерес и так затарились перед маневром рост открытый интерес фактически вот 24 числа и пошел быстрый сброс конкретного три с половиной до сочинения уже 3 250 и 3 уже 10 скорее всего тут сбросили две сессии и снова начинают набирать то есть здесь открывает позиции а дельта очень слабая то есть поэтому мы видим очень-очень такие флэтовые не волатильные сессии давайте детально рассмотрим что там произошло где был сброс и какие уровни стоит выделить и так на выезд на выезд вы индикатор кумулятивная дельта по каждому маневру то есть импульс кто кто не знаком space wave индикатор и для него это новинка если вы знаете что такое дельта тогда вам очень просто будет разобраться учитывается суммарная дельта направленного движения подряд там 8 там вот пять дней мы даже не 5 6 6 дней идут на снижение то есть открытие относительно закрыть и открыть и закрыть и открыть и закрыть и меняется направление дня все волна закончилась суммируется дельта и вот такая аккумуляция идет дельты ничего сложного то есть тут важный момент контроль то есть сколько дней вот в данной ситуации 66 дней идет контроль за селлера то есть шесть дней контролирует котировку реально тут обратите внимание контроль был потерян вернее либо перестали уже удерживаясь как-то манипулятивно то эти то эти чередуются тенденции какие-то движения в они должны быть постоянно под контролем одной команды то есть если нам нужно снижение то вот так вот это выглядит если нам нужен каламбур что flight непонятное движение это вот чередование контроля цены туда-обратно соответственно туда-обратно и болтается цена давайте отметим вот такие вспышки агрессии серверов 58 658 800 и вот здесь еще в четверг вот у нас и как в аккурат пятница послушно не ушла выше этого уровня это стоит заметить обратите внимание что открылся четверг на минимуме даже не посмел пойти выше идентичные пятница висит внизу четверга тут поддержка была второй раз уже 5 2 числа до 2 числа тут был агрессор на покупку и вот вчера еще пятница пока послушно стоит в коридоре открыт интерес если я не ошибаюсь он там не особо прибавил пятницу они прибавил 3 200 353 вот набирает потихонечку две сессии аккуратненько но дельта совсем слабая 19000 кстати вчера тоже было 19000 странным очень подозрительно это уже очень подозрительно две сессии ликвидность ну практически идентичные идентичные дельта 19 он так 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 вот это меняться прям захотелось узнать как такое происходит этих какими методами просто неоднократно замечал что есть на рубле бывает подряд одинаковые ликвидки и дельты даже бывает одинаково очень часто центробанк скорее всего по каким причинам это вообще может либо совпадение меня уже просто за стольки воды биржевая паранойя достигать так вот сопротивление значит все 7 700 давайте еще на споте закрепим эти уровни если это так то можно будет их мониторить и итак телепортируемся на спот валютные фичерсисты в позициях так сейчас на споте посмотрим хорошо сейчас посмотрим нас итак спот томик относительно периодов всего ликвидность ну в норме но не столь активно но не столь в ликвидное тут 342 и 9 и 2 и 3 этой же неделе было по 5 миллионов две сессии то сверху у 59 отметки они как раз белым цветом отсвечивается так давайте мы к их ухты такая динамика прям с максимума на минимум две сессии подряд ну и смотрим дельту да действительно была дельта на шорт что огромная редкость на споте тут как видите там раз квартал вообще можно увидеть такую такое чудо вот видите с как редко они происходят такие сессии тут у нас был 170 тысяч таким у нас 5 числа была вот эта сессия всего набрали там 103 тысячи дельта а ликвидности было 5 миллионов давайте посмотрим те же там ухты надо было дело тут прям я придумал названием вот этим типу графика гирлянда гирлянда очень так напоминает гирлянды когда сжимаешь и квадратики начинают блестеть так вот агрессия сейчас мы по по ликвидке эту сессию отдельно мониторим так пик объема был до 11 30 значит вот этот весь шорт и вот этот участок нам интересен да действительно сто и сто двадцать девять соответственно вот они эти ребята и вот эти ребятам для сравнения на фьючерсе в это же время проверяйте где была агрессивная дельта на шорт если там тоже был повышенный объем и дельта это значит не совпаде итак 58 44 58 и 5 это благодаря вот этим двум агрессорам по ликвидности это пиковая была ликвидности дельта соответственно пиковая как видите в уровень удержали вот эти размещения и уровень все таки удержан далее уже вопрос тут если посмотреть вообще этот участок весь в фильтрах за селями и здесь также смотрим по дельте вот он агрессивность вот она во всей кресе а это мы сейчас уберем это только отвлекает так вот у нас за стяжной период тоже давили по 25 процентов перевес неплохо и 36 процентов вот здесь после защиты вот она и защита пошла в общем коридор 58 44 58 62 в качестве коридорчика сопротивление берем и ориентируемся на защиту это уровня если будет защита либо тестирование то есть пока не пробьет этот уровень и еще есть шансы на продолжение нисходящей динамики так посмотрим что у нас потом было так тут мы запомнили открываются фактически у этих же уровней вот сверху и ушли ступенчатого нет это системное распределение если студенты есть из 3 смарт волюм сделайте скриншот вот этой торговой сессии это стандартная такая вот нисходящая модель сессии так 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 ну это уже ждут итак вот еще у нас были попытки селлеров вот период был 11 числа ссорим такой затяжной и сегодня уже все баста сегодня уже сдали позиции уже не сражаются так возьмем ближайшее сопротивление по спот ориентирую это 57 29 57 35 уровень очень неплохо проработан с открытия и сразу динамика и здесь также мы видим фильтры по агрессии на споте это хорошие уровни на всякий случай еще вот этот уровень 57 45 57 54 возьмите на заметочку но это вторичный этот вечерний район так ну в общем поддержка концентрируется у нас 5707 и 5702 тут вся поддержка на рубле уже раз два три четыре пять шесть семь раз они делали свою работу хорошо особенно вот массив прям так аккуратненько 57 зато или кто-то и вот еще сегодня пару раз тестили пятница у нас между двух огней осталось осталось и остался нерешенным вопрос кто же победит коридор 57 29 57 35 57 07 57 01 вот два уровня ставите alert и за этот уровень и за этот кто расширяет коридор тоже контролирует цену по сути как бы тут уже пинг-понг модель ну когда в этот в коробочку загоняют котировку имеешь сопротивление поддержки могут еще и третий день так стоять ну обычно два дня на 3 уходят там полтора дня в конце уходит но на разных рынках разная специфика тем более то еще и спот так идем по валютным фьючерсам сейчас мы посмотрим что у нас там до евро и так красная как не придумал на ходу рифмы не придумал на ходу рифмы так первую очередь посмотрим на сколько у нас наполнен ликвидностью рынок так ну в общем были лучше времена системная ликвидность средний стат обороты без каких-то излишеств и крайне аккуратно держится ближе к двум восьмер очкам пока не пускай этот уровень после гэпа прям заколдованный коридорчик давайте мы вот так и оставим пускай будет в качестве поддержки даже возьмем 60 и вот так вот выделим 86 по 88 так ровно ликвидность была с 8 числа по текущий день пик пришелся на 9 число после тестирования максимум 11 так и не пустили отстояли берем в качестве ориентированного сопротивления то есть мониторим и уделяем внимание сегодня даже чуть чуть больше чем четверг ликвидки хотя перед выходными обычно стараются не шиковать особо по позициям открытый интерес прибавил только 10 числа тут выходят на снижение и в общем то особо не не то что прямо мама маниакально фиксирует но не нет 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 не то же этажного открытия позиции то есть тоже ждут тоже в ожидании конец контакта на низкое застание ну вот очень часто такие совпадения в начале контракта приводят к сильному движению прямо со старта контракта уходят если все правильно сделать можно сразу на лето рубануть каш такие вот нельзя пропускать это такое очень быстро можно заработать так два дня вот тут прям напрашивается уровень выбрасывают селзы объемчики было девятого и вот сегодня тоже тормознули на этом уровне возьмите на вооружение на заметочку тут 69 тонн бедов бросили 17 тонн и от здесь вот десятка тоже пятерочки ну я часто встречаю в начале контракта важные экономические события причем как контракт это статистика уже даже собрана и уже есть по ней итоги в начале контракта всегда попадается первую неделю либо вторую важное экономическое отчет собрание там под снижение просто либо повышение процентной ставки решения либо фомка либо jobless claims раньше был до кризиса то есть на безработицу раньше очень сильно вернее очень внимательно следили до 2008 так и у нас по дельте собственно все красным пламенем горит вот единство числа даже 300 контрактов счет там получилось вот такая активность на еврике так идем по расписанию фунт открытый интерес не прибавляется выходят потихонечку надо посмотреть на лето какие там события сами ты собрания в разных оон нато там когда это будет же 20 очень сильно может повлиять на динамику так так у нас фунтец не прекращает пестрить красными оттенками с 17 даже морская 13 апреля а без ну без остановки вот 17 до буквально вот одна сессия это чудо наверно к это было тут прям ажиотажные идут открытие позиции набирали с 26 по 5 чуть-чуть сбросили тут интересно что мы сбрасывали так раз дельта была ближе к нулевой покупкой так и сейчас вот три сессии чуть-чуть прибавили с открытым интересом все везде дельта на продажу полторы 38 сегодня дисбаланс ну не слабенькая тут бывало и побольше но 38 судя по предыдущим периодам стоит обратить внимание и так у нас такая локальная точка 2850 по сути вот у нас массив накануне если будут динамика на шорт вот этот массив здесь 85 может создать проблему для селлеров и могут опять наткнуться на поддержку 2805 здесь интересно вот эта локация то есть где же там 38 процентов они набрали вот еще 29 вот эта сессия в масштабированном формате так ближе вот так мы и смотрим два уровня отмечаем ска будет 29 1 также стоит отметить 32 против 2 и 2 потом то 2 девятки поровну 9 10 поровну тут поровну так вот видите по каждой цене особо там перекоса большого по объему нет обе сессии такие достаточно плавные где там они набрали такой процент ну в общем по чуть-чуть каждого прайса таких сильных перевесов ну вот вот этот уровень 42 36 единственным этом и вот этот 288 везде по чуть-чуть и набрала набрали 2 800 тут 700 контрактов перевес тут у нас получается 600 плюс минус можно дельта включить да не мучиться да почти у нас 613 штука и ну вот у нас целое поле просто этих селлеров мы захватим и не дадим в общем миша бери уровне на заметочку если позиции открыты на фунте ну и байера соответственно вот это вот то по британии сам выход из евросоюза с того момента ничего хорошего не происходит пока возможно это будет связано с ну мне почему-то сразу подозрительным показалось вот этот выход британии с евросоюза как-то ну попакивает каким-то хоть бы не было никакой там военной операции деление территории каких-то еще очень быть так это фунт идем дальше 6 а 127 ну то что валюта немножко нужно славу ну фунт должен немножко как говорится ослабнуть все это после брексита фундаментальная закономерность так 76 45 766 769 771 ну в общем что я вам хочу сказать вот этот активный участок видите после снижения как-то очень активировались причем до ровно идет объем без то есть 59 тонн 6070 это стандарт там 80 а здесь все за сотку практически вот три сессии больше сотки шли дельта на покупку дельта на покупку сейчас если открыт интерес говорит да 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 вот 4 сессии открывали позиции везде было дельта на покупку в общем тут разберетесь что с этим делать так уже час ух то кто пора заканчивать 736 и 738 тут давайте сейчас на всякий точный случай мы более точно выделим кастомизируя вот этот весь период так как так вот так до глаз алмаз вот это самая плотная часть 7365 7386 самая плотная массивность укомплектованных покупок так что там еще миша австралия и давай еще один фьюч валютные потому что 6к канадский так нет 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 все все фьючерс на улице не будем смотреть у нас времени мало надо еще нефти глянуть и на золото и сын пиво чего смотреть его никто не торгует практически так лучше дельта мы оставим видос не настроена как так так ну вот здесь у нас уровень вот здесь и давайте сейчас я проверю дельту что-то мне сомнения тут да не все пока правильно так удивительно так давайте перепроверим потому что как-то у меня сомнения дерзают нет все правильно кто-то кто-то тарится позиции открывает открывает прям вот все снижение начали открывать прям вот с этого момента без остановки причем вот столько на открывали что уже даже удерживают цену на одном уровне это интересное событие кстати надо записать себе все хотел установить одно правило глобального разворота как раз на канадском он вполне может произойти хочу проследить вести такой хронометраж кругу рядом за дня в день так ну в общем открывать позиции и дельта у нас активно так себя показывает сначала мая вот эта вся коробочка можно смело брать на вооружение более плотно да все про не выделил 728 733 значит валюта интересно оператором рынка то есть это валюта интересно таким высшим инстанциям в торговле которая там хеджирует серьезно хеджирует ну понял что фьючерсы это инструмент для хеджирования в разновидность инструментов невероятно огромная там столько этих еще и опционы если посчитать но действительно можно просто жить в этом финансовом мире пока все изучишь пройдет не десяток лет в общем вот такая активность на 6 к так что для более надежного триггера надо 733 увидеть пробитие и в ликвидке чтобы и еще надавили потому что она вот в пятницу немножко просела ветер серьезно просела так alert на 734 тогда уже после коррекции можно будет под подхватить нефтянушка В скайпе должны быть ответить. Вопрос хотите задать? Или слайд скинуть? Можно на почту написать. Ну хорошо, я пойду в скайпе посмотрю. Открытый интерес у нас, как видите, к 25 мая не очень веселый. Все, что открыли у нас тут на продажу, соответственно, все отработали, даже чуть-чуть уже и сбросили. Отлично, выделяем. Тут у нас активный, прям очень активный коридорчик. И такой прям плотненько, каждую цену аккуратненько. Все очень запечатали. 48,3 по 49. Сейчас попробую, если я принцип понял правильно, то... А, да, все правильно. Ой, видите, здесь прям несколько дней, прям в коридоре, я там плотненько поработали. Как раз к нему мы и вернулись. И теперь важный момент. Черный ящик в студию. Два дня одну цену упаковали, 46-ю. Тут, само собой... Прямо захотелось посмотреть, что же там. 3,6, 2,5, 2,4, 2. Неплохо. 12 тонн, 23. Да, вот эта сессия, 23 тонны, дала топливо для роста. Сейчас мы это зафиксируем. Уровень два дня. Пытались, пытались, не получилось. Мышка хвостиком махнула. И нефть подорожала. Поэтому... Ну и... Два дня старались, ребята, вот здесь 46-й. В принципе, пока контроль удержали. Еще раз напомню, открытый интерес приходится вот тут, на этот реверс. Здесь. Пока вот фиксация идет. Поэтому... Продолжился ли вот этот маневр интересный. Пока по открытому интересу сложно сказать. так как спрыгивают. Ну, фиксируют позиции. Обороты упали. Три дня падает оборот. Ну, соответственно... Как подсказал Миша, 25 мая ОПЕК ждут. И ОПЕК всем... Всем рынкам цена. Странно... ОПЕК решает судьбы не только нефти, но всей планеты фактически. Всей планеты, многих стран, многих компаний. Судьба у тех, у кого под ногами черная жижа. Странное... Странное время, да? Так. Бренд. Буквально быстренько. Скайп. Скайп. Волфикс. Эдикейшн. Если у вас вопрос там не оперативно-быстрый, на education.sobaka.wolfix.net, напишите на почту. Обязательно там напишите там вопрос Михаила. Его перенаправят на меня просто и все. Так. Открытый интерес у нас тоже не особо веселый тут. После восьмого числа в основном фиксируют. Тельта. Фиксация шортов, соответственно, будет вызвана... Вернее, фиксация заканчивается покупками. Ну, шорты заканчиваются покупками. Поэтому дельта и слабенькая, и отчасти не прибавились по открытому интересу. Ну... Ждем двадцать пятого числа. Так. Это у нас такой плотно проторгованный под дельте коридор и... Сопротивление вот здесь еще. Так. Отпечаток. 7,05. Ха-ха-ха-ха. Так. Резкий разворот у 48-й. В принципе, есть надежды. Ну, опять же, информационный повод будет 25-го числа. Ну, это точно не загрузка, прям... Стратегическая загрузка на покупку, так как открытый интерес невысокий, ликвидность падает, дельта тоже ровная, одинаковая. То есть, скорее всего, регулярно просто выходит из позиции. То есть, чем больше не убеждается, что дальше продажи пока не идет, они постепенно выходят. Соответственно, это не серьезно. Нельзя учитывать серьезно, как начало предвещения какой-то сильной бури на рост. То есть, по критериям это просто остаточное движение на рынке. Инерционное, вот я бы даже так сказал, золото. Золото двигается в рай с�сорах, Время. Осталось несколько минут. Вот чувство, это все было. То есть, можно порядка невыска какая-то следоваяarlosка. Уîм. Причем этого иска. Но мы не будем тем, как один звонок до конца reverend. так друзья вы можете друг другу лички писать в этом же чате только лично друг другу чтобы не отвлекать участников других выделяете название имя участника чата и правой клавишей написать личные сообщения по идее должно работать там уже можете общаться абсолютно на любой темы так золото ну по идее золото должно притихнуть перед таким событием ух ты серьезно притихло значит все что затаяли в апреле в первой половине даже до 24 числа сейчас вот идет сброс 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 и и и и и и и и так тут у нас шесть дней была волна на продажу до миллиона сто две тысячи набрали суммарно за этот маневр дельта 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 количеством значения с 24 до 4 числа без остановки идут целеры то есть ну и один только вот пробежался ваер на этой неделе небольшие проси просветления но не безрезультатно можно так сказать нет особо результатов по этой дельте и как-то тяжко очень и очень тяжело им приходится ликвидность идет ровная буквально там чуть-чуть отклонением неаномальная и дельта очень слабая на покупку то есть открытый интерес не указывает на открытие массовой позиции поэтому могут еще защищать вот этот уровень где пришелся такой маневр сильный по дельте в районе 212 54 по 1240 тут у нас дельта да дельта вот 39 предыдущая была 7 300 и десятка на самом верху практически там вот вот 10 тонн тут у нас 7 и и последний 39 а 4 3 9 вот здесь маневр а здесь 7 и 3 значит давайте на по церкву файл это все 7 и 3 где она тут сюда вот так давайте настроим гистограмму и глянем за кулисы а мы и теперь и и и и и и и и и Так. Вот этот 2000, они 12.48.5 12.48 и вот эти два уровня, плотненько поработали 64 это тоже взять айс байров 23.5 по 30 ну здесь два коридора я их объединил просто чтобы тут буквально 22.5 25 и 30 по 28 тут даже можно захватить и 31 плотненько проработали опять же пока площадка очень хилая для того чтобы становиться с него долгосрочно на байну после 25 числа вполне может быстро доформироваться уровне у вас есть спасибо что посетили вам хороших выходных всего наилучшего до свидания пока а а Продолжение следует...